Мы находимся на автодроме автомотоцентра. Тут проходит тренировка у ребят на картингах. Сегодня мы позадаем им вопросы, какие перегрузки они испытывают. Хамза сказал, что это какие-то взрослые ребята катаются на пылесосах. Так ли это на самом деле, мы узнаем чуть-чуть попозже. Поехали! Поехали! Когда смотришь на вас со стороны, это так молниеносно, быстро захватываешься, мне кажется, даже немного опасно. Какие у вас чувства возникают, когда вы находитесь за рулем? На самом деле, когда садишься за руль, очень многое забываешь. Проблемы какие-то, не знаю, на работе, в семье, там, неважно. Вот садишься, погонял, после тренировки вышел, все, как будто все рукой сняло. Полностью про все забываешь. Когда ешь за рулем, не знаю, ну, соревновательный процесс, кого-то надо обогнать, либо свое время, либо соперника на трассе. Это опасно для жизни? Ну, любой вид спорта, конечно, опасен, но в основном травмы случаются, какие-то переломы, переворачивание, карпинга. Вылетаетесь с карпинга? Да, бывает вылетаешь, бывает он не перевернется на голову. Это он устойчивый? Нет, он очень легко переворачивается, когда езжает колеса на колесах. Поэтому, ну, столкновения, да? Поэтому бывает, конечно, ну, аварии бывают. А вот сегодня тренировка, ну, взрослые парни, а вот я видел, дети еще гоняют. Дети? Как школа развивается вообще, нет? Ну, не так, как хотелось бы, но вот сегодня у нас Дмитрий Матвеев здесь. Вот его племянник на прошлой неделе стал чемпионом России по картингу впервые. Вот он с Новосибирска. Начал заниматься два года назад, и вот ты был с таких результатов. А вообще со скольки лет можно заниматься картинга? Ну, где-то в районе, там, с пяти-шести лет можно уже начинать. Вот ему, по-моему, если не помню, не изменяет в районе восьми лет. Вот он чемпион России. Ну, после тренировки очень жарко, поэтому не дышим. То есть нагрузка, да, устаешь? Ну, да, на самом деле очень сильно устаешь. Это кажется, что там легко вроде рулить, да. То есть заезд обычно, два заезда, один 22 круга, второй 24. То есть довольно-таки на жаре очень выматываешься, очень сильно. Устаешь даже не как физически, а как больше голова устает. Да, 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 концентрация очень большая. А вот этот стрим, который вы испытываете здесь, хочется перенести в реальную жизнь, садясь за руль своего автомобиля? Нет, на самом деле вот после тренировки, после гонок садишься в машину, едешь домой абсолютно расслабленно, ничего не хочется. Там, да, после фокса драться вообще неохота, да? Какие травмы в этом спорте присутствуют? Ну, я просто слышал сейчас, ребра у кого-то болят. Самая главная травма – это ребра. Да, потому что ребра страдают всегда. То есть кто начинает кататься, да. Ну, ты сидишь в сидушке очень плотно, да, и там нет подвески в нем. И в нем очень сильно трясет, если у кого-то наезжаешь, то ребра ломают или ушиб в первую очередь. Ну, а скажи, спорт вообще дорогой? Картинг, да, очень дорогой спорт на самом деле, поэтому, видать, его популярность такая. Все за свой счет, да? Да, да. Спонсоров нет? Нет, нет. Спонсоров вообще сложно найти на спорт. Как это бы не печально звучало? Калюфкаций тоже много. Имеется в виду классов? Да, да, да. Ну, да, классов очень много на самом деле. Я, если честно, их сам не все там знают. То есть мы вот ездим Rotex Max. Это самые? Нет, самые – это вообще KZ, KF. KZ – это там бескоробочные, ой, с коробкой переключения, с переключением передач. KF – это без ограничений, там хоть кто может ездить. А у нас опломбированные моторы, то есть у нас нельзя там ничего дорабатывать. Каз, тормоз, да? Ну, нет, имеется в виду, нельзя картинг дорабатывать, нельзя моторы дорабатывать и так далее. То есть один класс есть, все едут на одинаковых машинах. А вот у парня… Вот это KF. А у него KF, да, потому что там мощность больше. Да, там можно делать все, что угодно, но он мощнее этот картинг. А скажи еще, знаешь, что хотелось узнать? Ну, ты вот так говоришь, дорогой спорт. Вот зрители будут смотреть, скажи, стоит ли заниматься этим спортом или нет? И почему стоит? Да, конечно, стоит заниматься. Почему стоит детей? Какое будущее? Ну, будущее у нас пилот Формулы-1 Данил Квят, допустим, ездит, начинал с картинга. И, конечно, у него была очень серьезная поддержка, да, но он показал результат. В маленьком возрасте его взяли потом в команду Red Bull. И уже они его спонсировали и дальше вели. То есть, на самом деле, перспективы очень большие. Но зависит, конечно, у ребенка должно быть расположение, да, к этому спорту. Ему должно это нравиться, должен хотеть. И, конечно же, если он хочет добиться каких-то результатов, талант очень важен в этом виде спорта. Хотелось спросить, вот есть, ты говоришь, чемпионат России, да? Может, СО, мир, что такое, куда дальше? После России куда? После России на мир. На мир? Да, конечно, конечно, да, да, есть. Ну, что, микро начинал с картинга? Да нет, но все пилоты, все топовые пилоты, все начинается с картинга. Поэтому это основа. Ну, он, опять-таки, как дорогой? Дорогой относительно другого спорта, он, возможно, недорогой, да? Какого-то там, если классифицировать. Ну, технические виды спорта, они все дорогие. Тут, поэтому я не так разве здесь. Популярно. Про возраст. Обязательно ли начинать с 4-5 лет? То есть, можно ли там в 30 прийти и начать заняться? Можно, но это там любительски. То есть, вот я начал кататься, там, тренироваться в 29 лет. Но до этого я никогда в жизни не катался. Ну, есть результаты на местном уровне, в принципе, есть. То есть, в принципе, довольно-таки хорошие. Просто говорят, что с возрастом реально... Нет, ну, конечно, конечно, конечно. То есть, если говорить о какой-то карьере, да, гоночной, то, конечно, это надо с маленького возраста начинать. Все, свободен? Теперь можно гонять? Можно.